всем привет и во второй части видео про гладильное оборудование я расскажу вот про эту установку это у нас компания лэлит и я пользуюсь данным оборудования с 2008 года но последние два года мы купили себе примулу расширились и данная установка у нас она служит у нас как такой запасной вариант если вдруг что-то случится с нашим основным столом основные плюсы и минусы данной доски и данного парогенератора и так данная доска чем не нравится понравилась сразу изначально это тем что она достаточно высокая при моем росте метр семьдесят восемь мне очень комфортно на ней работать это у нас сейчас данный момент это максимальная высота высота регулируется ее можно опускать вниз единственное будете очень аккуратны когда вы ее складываете берегите пальцы она очень тяжелая если вы будете складывать обязательно снимайте парогенератор иначе она прям складывается прям за секунду пальцы отрубит за милую душу и скажу так что если вы приобретаете эту доску себе да то имейте ввиду что разбирать и собирать ее будет неудобно данная доска в идеале должна всегда быть в таком вот собранном виде в рабочем всегда готовом состоянии пользоваться этой доской и убирать ее в угол дома или в ателье там ну в ателье само собой вы ставите все время ее стоячее положение но если вы берете ее для дома имейте ввиду что у вас должно быть достаточно места чтобы доска всегда стояла в разобранном виде здесь у нас внизу есть вот такая вот полка которой я никогда не пользовался возможно она для какого-то для белья или еще чего-то не знаю я не могу сказать мы практически ей не пользуемся еще один плюс этой доски то что она достаточно тяжелая то есть на самом деле для кого-то это будет минусом но в данном случае это большой плюс потому что если вы утюжить и если вам нужно придавить если вы здесь утюжить и на колодке тяжелым утюгом доска у вас очень такая неподвижная да то есть это основной такой основной и и такое преимущество здесь у нас в этой доске есть педаль вот она я ее с полу поднял на эту педаль мы давим ногой сейчас включу я на эту педаль давим ногой и у нас получается вот такой вот первый режим это у нас поддув то есть у нас вот это обтянутая наш наш чехол он приподнимается для чего это нужно когда я купил доской вообще не знал для чего это нужно случайно подглядел химчистки что таким образом на весу утюжат сорочки еще какие-то легкие вещи оператор этой доски в химчистке это дело очень виртуозно я потом пришел попробовал у меня не получается то есть это для этого нужен определенный навык второй режим здесь это у нас вытяжка мотор здесь достаточно тихий то есть практически его не слышно если вы будете например пользоваться ей дома она достаточно тихая то есть для чего вообще нужна нам здесь вытяжка да то есть у нас парогенератор у нас вернее у нас парогенератор и утюг у нас паровой то есть когда вы утюжите паровым утюгом выделяется очень много пара и этому пару нужно куда-то деться то есть под этой доской здесь есть поддон куда прячется весь этот пар и излишки пара из вот этих пор наши вот это вот нашего чехла вытягивается дополнительно этим мотором то есть доска у нас здесь она я открою сейчас она здесь имеет такую сетчатую структуру она достаточно прочная то есть не бойтесь что она у вас промнется итальянцы сделали здесь все очень качественно я не знаю как это на других досках там турецких китайских но лолиту я доверяю за там условных я не знаю 10 лет использования доска абсолютно не прогнулась да у меня еще одно преимущество данных систем то что они обслуживаемые то есть все что вы здесь видите это все можно заменить тэн внутри так не сказал здесь у нас внутри дополнительно к нашей вытяжки есть тэн то есть тот пар который у нас образовался который мы собрали в поддон он тэном нагревается и испаряется дополнительно пока у вас ну пока у нас все в работе до находится это единственный момент это то что вот мне как пользователю и если в лилит есть русскоязычные какие-то там инженеры наверняка они могут там быть здесь не хватает кнопки выключения тэна для чего она нужна давайте в двух словах у нас есть вот такой вот ну скажем блок управления на них на нем у нас кнопка включить и регулировка мотора да то есть у нас крутится вле по часовой против часовой зависимости от режимов и дополнительно у нас здесь есть очень удобно расположенная розетка для нашего парогенератора то есть вот он здесь у нас включается включился он у нас тут на парогенераторе тоже есть блок управления можно отдельно включить утюг отдельно парогенератор учтите что отдельно утюгом вы пользоваться не сможете но по крайней мере я не помню чтобы мы отдельно утюгом пользовались то есть у вас парогенератор всегда будет работать в комплексе пар плюс утюг единственное что ради экономии в самом начале работы вы можете отключить утюг нагрелся у вас пар в вашем бойлере потом вы можете подключить утюг у вас будет хорошая экономия в принципе электроэнергии потому что вам не нужно будет нагревать одновременно утюг и парогенераторе и давайте вернемся к блоку управления на нашей доске что мне почему здесь не хватает кнопки выключения тэна очень часто или но в работе мы пользуемся например там сухим утюгом или мы пользуемся колодкой на которой нет у нас вытяжки никакой до соответственно гонять тэн лишний раз нам не нужно и отключить мы его здесь не можем причина какая если мы отключаем здесь полностью то у нас отключается парогенератор то есть эта розетка у нас работает вот от этой одной кнопки если бы здесь была возможность выключать тэн тогда бы у нас включено было здесь все вместе потом когда нам нужно утюжить на доске мы включаем тэн и продолжаем утюжить уже на самой доске вот тут кнопки конечно не хватает я даже подумывал сам ее установить но потом забросил эту идею и не пользуюсь сейчас этой доской она у нас как я сказал в резерве чехла этого вам будет хватать где-то ну на если вы ежедневно работаете и у вас там три-четыре человека с вами работает на два-три года легко вам будет его хватать он достаточно такой износостойкий покажу вот такую штуку это у нас основание для нашего утюга который ставится вот сюда до данные основания у нас это у нас примула и смотрите здесь у нас просто ребристая такая часть в отличие от лэлит и это минус здесь у нас ребристая часть есть но есть вот такие вот рю не ребра как они выступы до которые со временем утюг на них стоит целый день со временем они нагреваются они высыхают эта резина высыхает и они обламываются то есть получается у вас неравномерная поверхность на этом месте да и это очень неудобно предполагалось что все здесь у вас должно стоять вот таким образом то есть вот эта прокладка да но тогда вы сокращаете вашу доску я обычно ставил утюг в этом месте вот и получается так что на самом парогенераторе у нас тоже есть такие выступы но они абсолютно бесполезны особенно когда утюг у нас нагрелся у нас тут тефлоновая наша насадка я рекомендую его брать обязательно с тефлоновой насадкой потому что это тефлоновая насадка вам позволяет утюжить без про утюжки очень много тканей то есть я имею в разновидности ткани да практически весь ассортимент можно утюжить без 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 про утюжки и когда сюда вы ставите свой утюг вот так вот он у вас в процессе работы вы случайно задели он слетает то есть он падает и у нас он падал прям на пол и ударялся до утюгу ничего не становилось он целый но знаете неприятно когда с огромным грохотом у вас падает утюг на пол это неприятно можно воспользоваться вот этой вот прокладкой для утюга до основанием но опять таки смотрите вот тоже недостаток именно теперь доски да у нас вот это вот держатель нашего скажем парогенератора он имеет небольшой здесь наклон сторону доски при я так понимаю производитель предполагал что если утюг будет падать он упадет на доску но он просто на доску не падает после доски сразу на пол соответственно учтите и мы как это говорят по-русски некоторые мы здесь колхозе ли и нам приходилось по уровню выставлять наш парогенератор вот здесь вот да и туда подкладывали картон или еще что-то да там деревяшки какие-то это принципе неудобно когда вы покупаете доску за 60 тысяч ну но чуть-чуть вот добавьте немножечко такого инженерные мысли прям вот самую малость да может быть производитель это сделал намеренно у них в линейке очень много разных парогенераторов разной формы может быть они сделали как-то это универсально да но для нас вот именно в нашей модели два с половиной литра это неудобно было дополнительно скажу что вот эти два с половиной литра если вы работаете ежедневно и утюжите интенсивно вам будет хватать до обеда то есть мы заливали сюда воду два раза в день если вы работаете один или вас двое то вам будет на целый день хватать этой воды легко что мне здесь еще не понравилось в процессе использования ну во первых мне не понравился вот этот вот провод парошланг так называемый до провод который у нас передает наше электричество и пар они в одной оплетки до разделить их никак нельзя и это очень неудобно потому что вот в этом месте где у нас подается пар со временем шланг у нас резиновый со временем он также высыхает он обламывается через него начинает травить пар и его приходится здесь обрезать и переставлять вниз вот мы уже на переставлялись что у нас видите у нас электрический провод в этом месте уже согнулся у примулы эти шланги они разделены то есть вы можете просто или электрический поменять или провод поменять или шланг поменять здесь придется полностью весь комплекте менять и это очень неудобно особенно в здесь он идет полностью в парогенератор единственное что добавлю чем мне понравилось в итоге это вся установка и почему я ее предпочел относительно других каких-то первый мой вопрос был как ее обслуживать и где ее обслуживать и там где я ее покупал покупал я точно в такой же компании как я покупала свою примулу это у нас компания книг как она по-русски но по-английски правильнее наверное все таки нет и это компания тоже эксклюзивный представитель элит насколько я знаю в то время была и сейчас и они меняют вот то есть в этом парогенераторе можно поменять все то есть от кнопок заканчивая бойлера тена то есть все запчасти у них наличие меняют они на самом деле я прошлом видео их ругал но что касается вот сервиса по ремонту это все ну по крайней мере для меня это всегда все было оперативно за время эксплуатации именно данного бойлера вот он у меня с 2008 года за время эксплуатации здесь было заменено все кроме кнопок здесь все я заменил то есть здесь вот это вот пробка менялась она она у нас стала травить потом у меня там прогорел где-то года три через три-четыре тен заменили тен вместе с бойлером потом через какое-то время вот этот регулятор пара который здесь у нас есть он здесь скажем давление пара регулирует но как правило выставляете всегда на максимум и пользуетесь всегда по максимуму один раз поменяли от регулятор пара и отдельно утюг мы заменяли по моему здесь подошву и заменяли вот эту кнопку утюга она у нас почему-то не работала то есть этим это огромный плюс потому что система не дешевая как я сказал по отдельности это все по 30 тысяч стоит в ремонт это все раза в три дешевле если вы будете ремонтировать заменять детали у вас очень такая прям огромная экономия доски у меня ничего не сломалось за все восемь лет единственное конечно во время эксплуатации провода повыскакили из своих гнезд но это как вы будете использовать аккуратно так оно и будет то есть доска супер надежная и так заключение могу сказать что неважно занимаетесь вы индивидуальным пошивом или вы хотите купить такую доску для себя многие клиенты меня спрашивают на чем можно утюжить я первую очередь всегда рекомендую вот этот лилит то есть за то что он обслуживается за то что если у вас с ним какие-то проблемы вам профессионально его могут обслужить в отличие от того что я вижу например во многих магазинах электроники многие такие установки многие производители бросились в этот рынок они делают прям все такое красивое делают эти доски совмещенные с парогенераторами и у меня всегда вопрос а кто и как это вообще будет обслуживать то есть бойлер со временем может и прогореть и утюг может сломаться соответственно здесь это все заменяется там очень большой вопрос поэтому эта доска она стоит того чтобы на нее обратить внимание стоит того чтобы ее приобрести и она вас будет радовать очень долго свои своей надежностью и своим качеством и как я сказал эта доска у нас подходит как для домашнего использования также и для использования формате небольшого ателье соответственно если вы расширились то уже нам нужно будет уходить в большие столы и так кто досмотрел до конца как всегда у нас есть небольшой такой бонус полезная информация и как вы могли заметить во время съемки данного видео у нас стол обновился наш мы поменяли полностью покрытие поменяли поролон который был внутри то есть у нас уже наши наши покрытия превратилась вот в такое состояние то есть оно пришло в негодность на длинном у нас еще хуже то есть оно дольше стояло поролон у нас продавился и истончился то есть когда он истончается у вас при утюжке паровым утюгом остается вода внутри и вы можете испортить свое изделие соответственно у нас стал вопрос о покупке замены мы позвонили поставщику то есть опять компания нет у нас как долго ждать нам чехлы на замену для нашего для наших спец спец колодок и для нашего стола соответственно там были какие-то нереальные сроки больше месяца ждать месяц мне не хотелось и я начал искать где можно это приобрести все в москве нам не хотелось ждать целый месяц и для того чтобы заменить все оперативно и быстро мы нашли в интернете такую компанию как геран люкс и на сайте этого продавца мы нашли весь перечень необходимых материалов для обслуживания гладильных досок и таких вот систем я не поленился съездил к ним в офис офис находится достаточно далеко кому интересно можете посмотреть в интернете и мне понравилось что у них физически я увидел что у них очень большой ассортимент поролонов всевозможных то есть вот тут у нас получается пятерка или шестерка мягкий поролон потом у нас той же самой толщины у нас средней плотности поролон который я себе купил и если вам нужно у них есть вот такой вот плотный поролон который достаточно жесткий но я не стал рисковать первый раз купил что-то среднее этот поролон достаточно пористый и сразу предупреждаю что цена кусачья то есть если вы его будете брать имейте это в виду также у них есть поролоны другой толщины где-то сантиметровой больше я не обращал внимание и я у них приобрел покрытие которое вы у нас здесь видите оно такое вот достаточно пористая специальное покрытие которое у нас идет на доске оно термоустойчивое то есть вы утюжите ничего с ним не произойдет оно напоминает такую как москитную сетку да если мы смотрим ее на просвет дополнительно у них есть другие материалы для обтягивания столов это трикотажные специальные материалы если вы хотите чтобы у вас какие-то колодки которые имеют такую вот закругленную форму чтобы они у вас обтягивались все ровно чтобы не было вот этих вот у вас складок то вы можете купить трикотажный материал единственное почему я не взял трикотажный материал он не так скользит я все-таки предпочитаю более скользящий вариант мне нравится когда изделия легко можно передвигать с места на место как вы видите мы уже сами все собрали не нужно было ничего ждать и соответственно я не считал но насколько я так интуитивно понимаю мы еще и сэкономили по деньгам то есть мы сами это все собрали полностью сняли лекала и перетянули наши наши оборудования теперь нам пользоваться им удобно приятно опрятно и чего я вам желаю и так если вам понравилось данное видео ставим нравится не понравилось значит не нравится подписывайтесь на наш канал я планирую еще много разных обзоров разного интересного материала про наше швейное дело а